В марте месяце исключительно добавляю эту приклонку на слабом течении на реке и ловлю рыбу. Это пшено, слегка замоченное водой. Способ изготовления весьма очень простой. Берем сухое пшено и заливаем его водой, не жалейчи. Варить ничего не надо. Заливаем часов на 10-12. Лучше всего делать с вечера на утро. Крупа возьмет в себя воды столько, сколько нужно, больше не возьмет. А из решки воды просто сливаем. А пшено перекладываем в любой целлофановый пакет для удобства. В принципе, приколка уже и готова. На рыбалке добавляем небольшими горсточками, по чуть-чуть. Много валить не надо. В предыдущих видеороликах я об этом говорил, что марк месяц все еще пока по старому календарю считается зимний. Поэтому активную рыбу легко можно сделать, в принципе-то, пассивной. Сособ изготовления, друзья, легко, как говорится, и просто. Не имея никаких кулинарных способностей, достаточно просто сухое пшено пересыпать в какую-то емкость, будь то блюдо, будь то кастрюле, и не жалейчи залить, в принципе-то, водой. Крупа заберет в себя 2,5 от объема. То есть, примерно 100 грамм крупы сухой на 250 грамм воды. Этого, в принципе, вполне хватит. Если залиете 300, хуже не будет. Повторюсь, друзья, крупа возьмет в себя воду столько, сколько нужно. Больше не возьмет, в отличие от варши. Эту прикромку можно использовать в марте месяца, так же, как и на водоемах, в принципе-то, без течения. Какие это заливы или затоны. Всем удачи, друзья, всем пока. Делайте эту прикромку, быструю, но результативную. И ловите рыбы. Вот та информация, которую я хотел с вами поделиться. Как-то так. Продолжение следует...